Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина, скажем, как кандидата нет. И мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово. У нас есть все необходимые документы, в том числе и в налоговой. Давайте сегодня поставим, вот доведем до граждан, как тех форумов, которые обязаны, мы поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина. После того, как нам пришлось отказать от регистрации, исходя из тех документов, которые у нас были господину Грудинину, на голову Центральной избирательной комиссии вылилась масса помоев и оскорблений. Вместо того, чтобы посмотреть с другой стороны, как могут партия, которая выступает в интересах трудящихся, защищать человека, сейчас я могу себе это позволить сказать, защищать интересы человека, который много лет выводил грязные офшоры, миллиарды, заработанных другими людьми трудовых рублей, денег. И вместо того, чтобы платить налоги в родной стране, когда человек называет себя патриотом, фактически увозил их в эти грязные офшоры, лишая государства тех миллиардов, на которые можно было построить не одну школу, которая хвалится. Геннадий Андреевич нам часто приводит пример, здесь счастливые лица. А массу таких школ? Удивительно тогда. Тут надо или, как говорится, крест снять, или еще что-то сделать. Я позволяю себе это сказать, потому что когда лизер уважаемой парламентской партии называет Центральную избирательную комиссию преступниками, у нас есть моральное право подать в суд. Мы этого делать не будем, мы не будем выпускаться до этого уровня. Но расставить все точки над «и», за кого вы топите, за кого вы людей выводите, за кого? За эксплуататора трудящихся? Так вы тогда определитесь. Извините, коллеги, но просто не терпелись за это время несправедливости. Пусть наведет порядок со своими счетами и не валясь в болню головы на здоровую. Надеюсь, что к следующей выборной кампании нам не придется больше разбираться в этом грязном белье. Памфилова заявила, что Грудинин выводил деньги в офшоры миллиардами и там что-то вот такое. И Грудинин сказал, что он будет подавать на Памфилову в суд. Она вышла за пределы разумного. Никогда я не платила дивиденды, и никакого офшора, который мне приписали, не было, говорит Грудинин. И Элла Памфилова ответила на это, что, значит, когда будет суд, я этому буду бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, и чтобы в конце концов суд поставил все точки над «и». Вот как ты это прокомментируешь? Слушайте, поддерживая двумя руками позицию Павла Николаевича Грудинина, надо подавать в суд и воспитывать жуликов и негодяев, чиновников, которые опьянели от собственной безнаказанности и считают, что они могут говорить все, потому что, собственно, власть в их руках, но тем не менее это клевета и иск о защите, чести, достоинства, потому что вот эти разговоры о миллиардах, которые Грудинин там куда-то выводил, Панфилова, безусловно, ну, как говорится, ляпнула лишнего, да, и говорить она себе не имела права, да, позволять такое. Поэтому нужно нам однозначно подавать в суд и для всей страны доказывать, что этих жуликов можно и нужно ставить на место. Панфилову, безусловно, как никто другой знает, что это абсолютный вымысел, абсолютная ложь, потому что она во первых рядах, да, разбиралась в этих псевдомиллиардах Грудинина. И вот эти проверки которые они вели на выборах президента в 2018 году, из-за чего никаких нарушений ЦИКом выявлено не было, и Грудинин в результате этих проверок они велись, допустили до выборов, да, если эти офшоры, да, вот эти миллиардные состояния зарубежные, если бы они подтвердились, ну, сами понимаете, значит, Грудинин ввел комиссию в заблуждение, значит, он не имеет права выдвигаться, потому что неправильно указал, да, справку о своем имуществе, о своих доходах, и его бы не допустили до выборов, но поскольку комиссия и генеральная прокуратура, тогда и руководство страны очень пристально следили, да, изучали этот вопрос, тем не менее, они ничего не нашли, да, и, собственно, в связи с этим Грудинин был допущен к выборам. Так вот, сейчас происходит новый виток, в результате которого Панфилова, зная прекрасно ситуацию, утверждает совершенно обратное, поэтому в суде ей, конечно, придется предоставить доказательства, а доказательства, как вы понимаете, это документы, да, которые говорят о этом факте, и, конечно, у Панфиловой ничего этого нет и быть не может, потому что никаких этих миллиардов нету, и если бы они были, еще раз говорю, Грудинин бы не участвовал не в 18-м году, это уж точно, да, в выборах президента, вот, значит, что касается вот этих заявлений о колхознике, которым она его называла, слушайте, я скажу так, что это в духе сегодняшней власти, вот это уничижительное, да, пренепряжение к гражданам более по их труду, да, по их работе, знаете, она же сказала не только про Грудинина, так, она показала свое отношение к людям, которые работают на земле, да, тем, кто создает и продвигает сельское хозяйство в нашей стране, да, для нее это колхозники, которые, я не знаю, она, по-видимому, воспринимает людьми второго сорта, я скажу, что, наверное, да, подобное заявление от высокопоставленного чиновника, она один из руководителей нашей страны, на минуточку, да, системой избирательных комиссий возглавляется Элой Панфиловой, когда это говорится настолько уничижительно, настолько презрительно, вполне себе можно говорить о том, что не разжигает ли Панфилова здесь какую-то рознь, да, социальную рознь по какому-то признаку, в частности, вот по профессиональному признаку, да, что это за отметание людей, говорит, этот колхозник, это же, на мой взгляд, ну, вполне себе должно проверяться правоохранительными органами, прокуратурой, следственным комитетом, должна быть дана оценка, в любом случае, я скажу, что, ну, рассчитывать на то, что Панфилову посадят в тюрьму, не приходится, да, потому что понятно, что, кто же ее посадит, да, она отвечает за такие глобальные процессы в нашей стране, это же будет удар просто по всей системе власти, да, и не факт, что они оправятся от этого удара, но я скажу, что, да, наверное, это в духе сегодняшней власти, но с другой стороны, да, именно эта позиция формирует ненависть к этому режиму, именно вот это пренепряжение, да, к своим гражданам и говорит о том, что это не народная власть, это антинародная власть, она выражает интересы сверхбогатых людей, ну, попробуй так скажи Ковальчукам, попробуй так скажи Ралдугину, попробуй так выразить в отношении Ротенбергов, сразу же, моментально, будут незамедлительно следовать последствия, но она же это делает не потому, что боится последствий, она это делает, потому что она работает в их интересах, она работает потому, что вот эта система власти, в том числе избирательная система, избирательная комиссия, они нужны для того, чтобы обеспечить господство этой элите. И, собственно, лишить нас с вами прав и свобод тем самым, в очередной раз установить господство вот этих вот богатеев. Поэтому, да, поддерживаю Павла Николаевича Грудинина, нужно засудить ее, нужно размазать просто в суде, да, и добиться, да, призвать ее к ответу. А вообще, Элла Александровна должна, увидев вот этот общественный резонанс, сама выйти с извинениями, сама выйти и сказать, там, может быть, не про миллиарда, она здесь никогда не пойдет на попятную, да, потому что для нее это дело принципа, принципиальный вопрос, да. А вот что касается заявлением про колхозника, да, здесь, на мой взгляд, это не красит руководство страны, да, когда она в прессе, публично, во всеуслышание, говорят, это говорит настолько оскорбительные и уничижительные вещи, да, вот в таком вот страшном контексте. Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны? Да. Знаете, я горжусь. Я скажу почему. Потому что я жизни не имею сейчас лично. Я здесь прогладаю, знаете, слушаюсь, а я говорю, я говорю, я говорю, ты лунбошь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы в стране из них страна не развалилась. Субтитры сделал DimaTorzok